Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаём предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл, а и там в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. А какие народные иномарки знаете вы? Toyota, Kia, а может быть Skoda? Да, автомобили этих марок пользуются спросом и владельцы не всегда спешат расставаться с ними. Вы на канале «АвтоСтронг». Сегодня мы рассмотрим все слабые места Skoda Octavia второго поколения. Встречаем! Эта модель Skoda Octavia A5 начала отходить от имиджа бедной родственницы Volkswagen. И в действительности эта модель получила все плюшки и технологии, которые получили Golf 6 и Jetta. Даже выбор из заряженных версий остался. Кузов LiftBet по умолчанию. Также есть вместительный универсал и вседорожник Scout за этот выбор и любят эту модель. В общем, не удивительно, что Skoda Octavia A5 больше уважают и выбирают чаще менее практичных немцев на той же платформе. Вы на канале «АвтоСтронг» ещё раз напомним и сейчас узнаете, надёжна ли Skoda Octavia A5 и какой мотор выбрать лучше из всего многообразия. Мнение по поводу лакокрасочного покрытия Skoda Octavia A5 диаметрально противоположное. Одни владельцы бьют себя коленом в грудь и говорят, что кузов окрашен прекрасно, а другие перечисляют свойственные для VAC проблемы 2000-х годов. А именно, краска начинается отваливаться хлопьями размером с монету, также отшелушиваться с порогов, с кромокрыльев, а также по стыку кузовных деталей с передним бампером. Кузов этой машины оцинкован, но долго ездить с пятнами голого металла не советуем. Рано или поздно зацветёт, поэтому этот голый металл закрашивайте краской в цвет кузова. Так больше шансов, что краска не будет отваливаться хлопьями в этом месте. В передней колёсной арке под брызговики набивается немало мусора со влагой и в этом скрытом от глаз месте развивается серьёзная коррозия. Без предупреждения краска начнёт вспучиваться на задних крыльях вдоль границы с бампером. Здесь задние крылья протирают слой цинка и голая сталь начинает потихоньку корродировать. На Octavia до 2008 года уплотнители дверей могут протереть краску на порогах и даже глубже. Тут начнётся тоже отторжение лако-красочного слоя, поэтому проблемные места лучше проклеивать бронированной плёнкой. У противотуманных фарш-кода Octavia A5 слабенькие цоколи. Если фонарь в бампере перестал гореть и временами тухнет, то значит надо почистить либо подогнуть контакты в цоколе. На Octavia встречается такая мелочь, как при открытии двери багажника не загорается свет в багажнике, а также на панели приборов не загорается индикатор открытой двери. Причина в уставшем микровыключателя, который встроен в замок. Чтобы всё было по фэншую, надо заменить замок на новый. Оригинальная деталь стоит $70. Неоригинал в 2-3 раза дешевле. Не так уж редко на Skoda Octavia опять закисает трапеция дворников. Дворники тогда начинают двигаться медленно, либо и вовсе замирают. А причина тяги заклинивает по втулкам. Стоит хотя бы раз в год добраться до этих соединений и хорошенько их смазать. Новая оригинальная трапеция без мотора обойдется в $300. Хороший заменитель в $100. Но лучше, конечно, иногда смазывать шарниры трапеции. Лючок бензобака оснащен кнопкой-толкателем, который стоит всего лишь $15. Так вот, менять эту кнопку надо тогда, когда порвался вот этот резиновый пыльник. В противном случае вода попадет в эту кнопку, зимой замерзнет, и тогда придется лючок отколупывать, потому что при нажатии он не будет выдвигаться. Вот примерно как в нашем случае. Если центральный замок закрыт, то лючок блокируется штифтом. Так вот, если этот штифт замерзнет, либо же закореет, то тогда его придется разблокировать вручную. А доступ к нему и сервоприводу есть сзади под обивкой багажника справа. Если штифт заклинет в открытом положении, то тогда лючок вообще не будет закрываться. Нередко на Skoda Octavia A5 перестает работать свет по правой стороне. А виноват в этом 30-амперный предохранитель, который находится под капотом в блоке предохранителей. И причем этот предохранитель не перегорает, а плавится. Так как контакт колодки с его ножками становится хуже, иногда расплавленный предохранитель приходится буквально оттирать от пластика коробки. Но и следом стоит зажать его колодку и очистить от окислов. Также встречаются жалобы и на электропроводку, что, опять же, характерно для всех моделей VAC 2000-х годов. Например, может сломаться жгут проводов к одной из дверей. Сначала лопается и облетает оплетка, затем лопаются оголенные провода. А если короткое замыкание происходит в электромоторах стеклоподъемника, то тогда сгорает предохранитель и стеклоподъемники отключаются парами. В принципе, не самая дорогая и неприятная поломка. Здесь можно восстановить соединение либо поменять жгут на новый. Но известны редкие случаи замыкания проводки, которые могли вызвать пожар. Также иногда проводка в нетронутых местах при прикосновении, то есть изоляция осыпалась, а также осыпалась при отсоединении разъемов. Нередко глюки по части разрядки АКБ за ночь, а также неработающая подушка безопасности связаны именно с этими проблемами в части изоляции. Со временем на Octavia сдаются стеклоподъемники. Причём первый ремкомплект просит именно водительская дверь. Причина в обрыве тросика либо износе роликов. Так вот, ремкомплекты стоят недорого, но нужна определённая ловкость при их установке. Нередко на Octavia при пробеге в 150 тысяч километров начинает скрипеть вентилятор печки. Причина в подсохших подшипниках его вала. Вентилятор легко снимается после демонтажа бардачка. Пару капель масла решает проблему. Также есть вариант с заменой подшипников. Новый вентилятор оригинальный стоит $600. Но есть заменители, которые намного приятнее по цене. На автомобилях VAG традиционно используется напольная педаль акселератора. Снизу она крепится через гибкий пластиковый язычок. Так вот, в сильный мороз этот пластик лопается, педаль заваливается на бок. Приходится покупать новую. Новая стоит $200. Ну, либо БУ. Естественно, позвоните в «АвтоСтронг». Там дешевле. Skoda Octavia второго поколения успела на себе примерить всю палитру дизельных четвёрок VAG. До рестайлинга эти машины оснащались двигателями 1.9 TDI и 2.0 TDI с насос-форсунками. Это практически идентичные двигатели. Разница только в ГБЦ. У насос-форсунок много поклонников. Но не стоит покупать эти автомобили с такими моторами, если вы не знаете всех сюрпризов, которые преподносят эти моторы. Так вот, чтобы узнать все сюрпризы, обязательно посмотрите наши подробнейшие обзоры про двигатель 1.9 TDI и 2.0 TDI на нашем канале. После рестайлинга никаких насос-форсунок в дизелях Skoda Octavia A5 не наблюдается. Все двигатели успешно перешли на Common Rail, естественно дизельные. Моторы объёмом 1.6 и 2.0 TDI практически идентичны и сделаны на основе одного блока цилиндров с насос-форсуночными дизелями. Разница в объёме обусловлена изменениями в диаметре цилиндров и в ходе поршней. Мотор из Common Rail проще. Изначально в них не было врождённых недостатков и с годами недостатков не прибавилось. Здесь всё стандартно. Из экологии клапан EGR, сажевый фильтр, а также не забывайте про двухмассовый маховик. От некачественного топлива пьезофорсунки Bosch долго не протянут. Также стоит отметить, что в дизельных двигателях в исполнении для Octavia нет балансированных валов. Владелец точно должен знать, что маслонасос приводится от зубчатого ремешка, который погружён в моторное масло. Регламента замены нет. Он должен прослужить весь срок службы мотора. А вот на моторах с обозначением CEGA маслонасос приводится цепью. Ну что сказать про двигатели с трейл. Они практически беспроблемные и при нормальном обслуживании пройдут 500 тысяч километров. Кстати, у нас на канале есть подробнейшие обзоры этих моторов 1.6 TDI и 2.0 TDI. Обязательно посмотрите! Ну а если нужен бензиновый двигатель, то Skoda Octavia A5 предоставляет огромный выбор моторов. Все они на основе двигателей объёмом 1.4 и 1.6, а также есть турбомоторы TSI. Ну что, поехали! Базовый бензиновый мотор объёмом 1.4 литра, никакой ураганной динамики, зато очень дешёвое обслуживание. Что надо знать? В приводе ГРМ два зубчатых ремня менять надо каждые 80 тысяч километров. Алюминиевый блок с чугунными гильзами никаких нареканий не вызывает. Распространены машины и с 1.6 литровым атмосферником. У него чугунный блок цилиндров, ременной привод ГРМ по два клапана на цилиндр и очень хороший ресурс, который сделал этот мотор популярным у тех, кто не хочет возиться с дизелем. На Skoda Octavia A5 этот мотор хороший – 1.6 MPI. У нас есть, кстати, подробный обзор этого мотора. Но ещё что сказать. При пробеге в 300 тысяч километров он начинает подъедать масло из-за залегания поршневых колец. До рестайлинговых Skoda Octavia A5 встречаются с прямовпрысковыми моторами объёмом 1.6 и 2.0. Моторы разные, но есть у них что-то общего. А именно легкосплавный блок цилиндров, также увеличенная степень сжатия. Поэтому их лучше заправлять 98-м бензином. Общие проблемы с НВД, сложная система смесеобразования и частоты выхлопа, а также загрязнение клапанов нагаром из сажи и масла. 1.6-литровый мотор оснащён цепью ГРМ, 2.0-литровый с зубчатым ремнём, но впускной распредвал приводится роликовой цепью. В общем, моторы на любителя – это не совсем простые атмосферники. У нас на канале есть подробнейший обзор этих моторов. Octavia RS до рестайлинга оснащалась двигателем 2.0 TFSI из старого семейства EA113. Это надёжный мотор, близкий родственник двигателя 2.0 TFSI. Нуждается в добротном сервисе, иначе довести до ума его слабости не получится. Кстати, на канале у нас есть подробнейший обзор этого мотора. После рестайлинга Skoda Octavia A5 получила новые турбированные бензиновые двигатели 1.2 TSI и 1.4 TSI. Младший алюминиевый 1.2 TSI встречается не так редко, но всё равно мы его нашли и разобрали на нашем канале. Так что, если надо подробнее, обязательно посмотрите, гораздо чаще встречается Skoda Octavia A5 с мотором 1.4 TSI. Вот как в нашем случае. Поначалу эти даунсайдинговые двигатели покошмарили тех, кто им доверился. Цепи у них перескакивали, поршни разваливались, нельзя было оставлять машину на передаче под уклоном. Но со временем инженеры все эти недостатки доработали, а фанаты этих моторов, то есть владельцы машин с этими моторами, научились их правильно обслуживать. Эти двигатели, не поверите, сейчас ценятся больше, чем обычные нетурбированные бензиновые двигатели на вот этих машинах. Так вот, они не жрут масло, но предпочитают дорогие сорта и менять надо масло каждые 7,5 тысяч километров. Бензин надо лить 95-й, а лучше 98-й. Цепь ГРМ надо менять каждые 100 тысяч километров, а у машин с большим пробегом надо иногда нюхать масло, потому что ТНВД может налить туда бензин. В общем, у нас есть подробнейший обзор на канале этого мотора, так что кому интересно подробнее, обязательно посмотрите. После рестайлинга с самыми мощными двигателями на Skoda Octavia опять стали двигатели нового семейства EA88 первого поколения. Так вот, у первых двигателей все те же проблемы. Перескакивает либо растягивается цепь ГРМ, и эти двигатели имеют врождённый жор масла. Сколько поршней не меняй, какую ревизию не ставь, но всё равно мотор будет есть масло. Есть надежда, что моторы с 2012 года потребляют масло чуть меньше, но всё равно ежедневно надо контролировать его уровень и менять масло каждые 7500 километров. И цепь ГРМ надо менять каждые 100 тысяч километров. Механические трансмиссии у Skoda Octavia A5 не без греха. У пятиступки, которая ставится в паре с бензиновыми двигателями, слабоватые задние подшипники обоих валов. С младшими дизельными моторами установлена другая пятиступенчатая МКПП, которая имеет слабенькие подшипники дифференциала. Иногда они изнашиваются настолько, что дифференциал не люфтит, он просто болтается на своём месте. С этой проблемой не стоит затягивать, потому что стружка прикончит подшипники валов. Менять масло надо каждые 60000 километров, и тогда это отсрочит капремонт. Такая же проблема с дифференциалом постигает базовую 6-ступенчатую МКПП, которая устанавливается с остальными силовыми агрегатами. Так вот, не стоит её рвать, дёргать, на ней стартовать слишком круто. Потому что не только подшипники дифференциала могут не выдержать, но и сателлиты могут привариться к своим осям. Менять масло в этой коробке надо с таким же интервалом – 60000 километров. До рестайлинга со старыми моторами двухпедальной Skoda Octavia 5 оснащались японским автоматом 09G. Эту же трансмиссию получили обновлённые двигатели 1.8 TSI в 2012 году. Так вот, после лечения детских болезней и нескольких этапов доработки, эта трансмиссия превратилась в приятно надёжную. Основой её долгого срока службы является хорошее охлаждение АТФ. Поэтому, по возможности, надо установить внешний радиатор охлаждения. Менять масло в этой трансмиссии надо каждые 50000 километров. При замене масла надо снимать поддон, а вот по стружке на магнитах и по том, что в фильтре в поддоне, можно оценить здоровье трансмиссии. В целом, эта трансмиссия может пройти 300 000 километров при адекватном и хорошем обслуживании. После рестайлинга обновлённые моторы подружились с преселективными трансмиссиями DSG, младшие моторы. А это именно как в нашем случае подружили семиступенчатой трансмиссией DQ200 с двойным сухим сцеплением. В своё время эта трансмиссия серьёзно испортила репутацию всему концерну VAG. Но со временем инженеры её допилили, и проблем с ней стало меньше. А сейчас люди иногда предпочитают эту трансмиссию к классическому автомату 0.9G. Пакет сцеплений последней ревизии проходит 100 000 километров. Стоит дорого – 780 долларов. Но это единственный расходник у этой АКПП. Другая DSG шестиступенчатая с мокрым многодисковым сцеплением досталась дизельным двигателем и новому 2.0 TSI. Так вот, эта трансмиссия сразу получилась надёжной. Её сцепление, по сути, это многодисковые фрикционы, которые служат очень долго, как сцепление на МКПП. Но вдобавок прицепом к этой трансмиссии идёт двухмассовый маховик. Стоит 700 долларов, но ходит долго – 200 000 километров. Добавим, что машины с DSG следует диагностировать у специалистов по этим маркам и трансмиссиям, потому что с помощью диагностического ПО можно многое узнать об износе, об истории перегрева и многое другое. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор коробки DQ250. Ну, а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. У нас хорошие новости. В «Автостронге» вы можете теперь приобрести не только БУ запчасти, но и новые. Поэтому обязательно звоните нам, пишите в мессенджеры, заходите на наш сайт и заказывайте. Кстати, те, кто не подписался на наш ТикТок, я думаю, вы очень многое теряете. Так что обязательно подпишитесь на ТикТок «Автостронга». Там много юмора, технической информации, очень много всего интересного. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Спереди у Skoda Octavia A5 стойки Макферсон, детали которой унифицированы с очень многими моделями VAC, в том числе и CAD. Что здесь интересно? Это задний сайлентблок переднего рычага стоит $40. Также стойка стабилизатора стоит $60, а также подшипники амортизационных стоек по $65. Втулки переднего стабилизатора по оригиналу отдельно не продаются. Поэтому владельцы этих автомобилей покупают неоригинальные втулки по $20 и меняют их. Все остальное здесь выхаживает по 100 000 км. Кстати, шаровую опору можно заменить. Цена за оригинал $80. Еще спереди стоит присматривать за сайлентблоками в передней подушке двигателя. Дело в том, что из-за ее износа появляются рывки и дергания при смене передач. Оригинальная такая опора стоит $100. Сзади на Skoda Octavia A5 многорычажка. Полузависимой балки на этих автомобилях не было. Вообще, все сайлентблоки задней подвески продаются отдельно и перепрессовываются. Кстати, втулки заднего стабилизатора тоже продаются отдельно. Все очень недорого и удобно. А вообще, еще для более удобного осмотра задних сайлентблоков можно опустить всю подвеску вместе с подрамником. Skoda Octavia A5 встречается с полным приводом на основе муфты Haldex 4-го поколения. Менять масло в этой трансмиссии надо каждые 40 000 км. Уйдет на замену примерно 600 грамм. Через одну пробку сливаем, через вторую заливаем. Также над электромотором насоса есть фильтр. Его тоже надо менять. А покупать его надо по каталожному номеру Volvo. Вот его номер. Так как VAC по оригиналу не производит такой фильтр. А вот если электромотор насоса выйдет из строя, то возможен его ремонт. Как правило, понадобится замена щеток. Шкода Octavia A5 именно такая, какой вы ее считаете. Простая, надежная и неприхотливая в обслуживании. Кстати, с комфортом и вместительностью у нее тоже все в порядке. Многие владельцы выбирают мощные версии и коробки DSG. И ничуть не жалеют об этом. При покупке данного автомобиля обязательно воспользуйтесь квалифицированной диагностикой. Она многое расскажет про моторы TSI и коробки DSG. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».